Генпрокуратура заблокировала первые сайты, занимающиеся продажей так называемой санкционки, продуктов и импорт которых запрещен в ответ на санкции в отношении России. Доступ к трем площадкам уже закрыт, а в отношении одной компании возбуждено административное дело. По данным известий, еще нескольким компаниям надзирающее ведомство выдало предупреждение. Продуктов, попавших под эмбарго, у них нет, однако в ассортименте они указаны. Согласно эмбарго, которое было введено в августе 2014-го, к ввозу запрещены разные категории продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Член общественной палаты Павел Сычев, именно он, направил запрос к Генеральному прокуратуру, считает, что действия правоохранителей позволят остановить ввоз продукции, которая попала под эмбарго. С ним не согласен управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. По его мнению, торговля запрещенным импортом продолжится, несмотря на запреты. И, соответственно, хвостящиеся там же. Поэтому в данном случае, поскольку нужно показывать активную борьбу, делается, что называется, борется с мухами. Вместо того, чтобы считать глобальную проблему, которая является тем, что в России, к сожалению, весь товар либо импортный, либо квазиимпортный, а производить его физически невыгодно. Потому что базовые издержки, которые устанавливает наше любимое государство, на электричество, на подключение, на технологии и на все остальное, они значительно выше, чем за рубежом. Поэтому производить здесь не так много было, есть и будет импорта.